какого хера куда делся монитор эйнштейн мать твою ты куда смотрел от тебя степи такого не ожидал с тобой даже разговаривать бесполезно так все-таки где монитор это повод купить новый и так как вы уже поняли сегодня будет распаковочка распаковочка монитора а именно вот этого который не улазит мне скроем его итак нас встречает пенопласт крепление под подставку все запечатанное убираем пенопласт далее идет внешний блок питания провод hdmi и документация следом идет круглая подставка не очень тяжелая ну и не очень легкая ну и сам монитор коробочку сторону вот так он любит итак господа перед вами монитор samsung стягивает 27 дюймов разрешения full hd модель c27f 390 монитором изогнутый имеет изогнутость 1800р что это значит это значит что если поставим эти мониторы в круг образуя ровный круг радиус у нас будет метр восемьдесят покрытие на матрице матовая довольно приятно глазам не давит на зрение и довольно комфортно за ним сидеть матрица у нас естественно свей и подсветка лет ничего у нас сверхъестественного нового ничего нету от 4 миллисекунды поддерживает amd фрисинг производитель заверяет что углы обзора 178 на 178 градусов но в принципе вполне возможно экран довольно неплохой плотность пикселя 82 35 это очень хорошо видно ничего не плывет и вполне наши настройки позволяют нам выжать из него все но что же по чистоте спросите вы так как это монитор игровой чистота естественно здесь важно но с чистотой у нас все не очень хорошо чисто всего 60 герц хотелось бы конечно побольше но извините ценовой ценовая категория данного монитора не позволяет нам сделать частоту больше и хватит цифр пройдемся по портам у нас имеется hdmi vga порт под наушники и вот блок питания несмотря на то что это игровой монитор порта дисплей порт у нас здесь нету и также имеется стандартный джойстик от самсунга который используется во всех моделях телевизоров и также почти во всех моделях монитора монитор довольно легкий подставка он весит меньше пяти килограмм и на столе стоит невесомо правда занимает почти всю площадь моего рабочего стола но тем не менее работать не за ним комфортно я уже некоторое время за ним посидел и мне он очень даже нравится переместимся в правый нижний угол монитора чтобы посмотреть настройки какие настройки у нас здесь имеется настройки можем вызвать быстрым нажатием вверх вниз попав в основные настройки четкость яркость контрастность также можем отсюда выйти можем управлять громкостью наушников которые можно подключить сзади я уже показывал вход под наушники а также можем попасть в основные настройки с помощью меню здесь уже более все наглядно более все подробно и настроек здесь больше из интересного технология samsung magic очень она таки хорошо работает и мы видим как меняется у нас изображение после переключения данного режима также имеется игровой режим после его переключения вот так картинка также очень сильно меняется и можно настроить монитор под себя можем всегда включить можем включить только во время игры во время отклика быстрое нам не интересно и настройки пошли у нас заново также можем позиционировать матрицу картинку на экране здесь тоже ничего интересного здесь о системе технологии фрисинк тмд я уже говорил можем включить можно выключить пока я с ней не хочу играться так что пока оставлю ее выключенной и также основные настройки которые видите здесь можем сбросить все настройки до заводских можем настроить все под себя и информация о системе в которой мы видим что разрешение нашего монитора 1920 на 1080 и частота увы 60 герц хотя здесь у нас килогерцы как-то вот так что по плюсам и минусам конкретно для меня говорю не для всех возможно для кого-то будет все по-другому самый главный плюс этого монитора это его цена стоит он порядка 14000 рублей это в магазине днс ну и других магазинах он стоит примерно также далее это его огромная изогнутая матрица с очень четким изображением которое вполне позволяет комфортно пользоваться я не особо игроман мне монитор в основном нужен для работы и меня он устраивает также расположение его на столе благодаря золотому экрану очень комфортно и также у нас имеется вход hdmi что для меня очень большой плюс так как я часто переключаю разные компьютеры и приходится вытыкать провод hdmi вытыкать гораздо гораздо проще также к плюсам я отнесу огромную настройку в меню можем настроить монитор под себя картинку выставить как вам угодно у всех глаза разные всем нам нужно по-разному поэтому это отнесем к плюсам говоря о настройке я имею ввиду все настройки которые там есть все технологии объединим их в общий плюс чтобы не разделять на разные плюсики маленькие будет все общее но куда же без минусов также у нас есть минусы самый самый большой минус это его внешний блок питания никому не хочется иметь под столом еще одну бандуру которая будет лежать под ногами и путаться благо если у вас есть к это миша под блоки питания и кабеля это хорошо но у меня такой нету и у меня был питанием будет валяться на столе за монитором его правда не очень видно но тем не менее он там есть также для меня минус это его круглая подставка она выглядит неуклюже хотя стоит он на ней довольно неплохо почитав отзывы там есть некоторые комментарии что есть битые пиксели я у себя битых пикселей не наблюдаю матрицы довольно хорошо отрабатывает картинку но также к минусам опять же из-за этой же подставки отнесем то что у нас маленькие регулировки по наклону и нет регулировки по высоте конечно хотелось бы но за 14 тысяч рублей извините регулировку по высоте нам не завезли увы ну что ж подвели вот такие итоги в целом монитор довольно приятный картинка сочная картинка яркая четкая это для меня главное я еще раз повторяю не особо игроман не особо люблю играть но я работаю и мне очень важно чтобы не давило на глаза здесь же при долгом использовании абсолютно никакого дискомфорта нету монитор себя полностью оправдывает особенно за 14 тысяч рублей не перестану это повторять цена очень очень приятная для такой диагонали но и конечно маленько непривычно то что после 21 дюймового монитора у меня сразу же появился 27 дюймовый и глаза маленько конечно разбегаются поля для работы стало намного больше вот такой был тратенький обзор с вами был руслан обязательно подписывайтесь на канал ставьте лайк этому видео и до новых встреч надолго не прощаемся